...для лиц старше 18 лет и не пропагандирует никоим образом алкогольные напитки. Мы сегодня здесь для образования. Роман, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо большое за приглашение. Да, сегодня мы поговорим об этом напитке, которому много-много лет, и не все умеют выбирать. Безусловно. Не все умеют вообще понимать, что такое вино, как его правильно пить и так далее. Вот вы этому именно обучаете, да? В том числе, небольшую поправку внесу, я являюсь руководителем по развитию группы компании «Лудинг», в состав которой входит и проект «Элвайн», направленный на сегмент «Хорика» и канал частнокорпоративных клиентов, и Академия вина «Вайнстейт», где как раз большое внимание уделяется как винному образованию, так и винному интертейменту. Это что такое? Это когда мы рассказываем о вине, показываем вино в разных ракурсах, в большей степени для развлечения. В том числе проводим какие-то корпоративные мероприятия, где, ну, это некая замена веревочным курсам, но, правда, в самом центре Москвы. Но это что, когда красиво по бокалам разливают или что такое? Это могут быть и настольные игры, связанные с тематикой вино и алкогольные напитки. Это могут быть и какие-то, ну, аналог некой своей игры, да, с какой-то теоретической частью, которая позволяет заинтересоваться, прежде всего, вином тем людям, которые от этого далеки. И может быть, кто-то из этих людей впоследствии погрузится чуть больше в эту тематику. Ну, а у нас вообще вот население наше, кроме как выпить это вино, они что-то о нем еще знают? Ну... Я не знаю, так, вот это вот кислое, так, вот это вот вроде получше, это белое, это красное. Что еще люди вот могут знать про вино? Ну, вы знаете, население в целом, наверное, рассматривать достаточно сложно. Есть очень серьезная сегментация Москва-Петербург, и в Петербург, наверное, в большей степени, чем Москва, и остальная часть Российской Федерации, в силу развития своей профессии, я много где побывал в регионах, это, конечно, разные подходы. Но в регионах даже из пакетов спокойно пьют вино. Я бы не стал мазать одним миром, просто людей, которые продвигают культуру потребления вина, в регионах несколько меньше, но они тем заметнее в каждом регионе. Поэтому не соглашусь, что в регионах пьют вино из пакетов, просто и доступ к знаниям, и уровень доходов населения, ну, чуть меньше позволяет совершенствоваться в этой отрасли. Те времена, когда это кислое, дайте мне чего-нибудь сладенькое, слава богу, уже в большей степени позади, и поэтому даже в таких непростых регионах, далеко-далеко и глубоко на восток, есть прослойка людей, которые уверенно понимают, что хотят от вина, и делают уверенно свой выбор в этом ассортименте. Ну, я вот, смотрите, был как-то в компании, где один из членов этой компании, он прям вот ценитель, он знаток и так далее. И вот он принес, купил вино в ближайшем магазине, принес его, открыл, попробовал, две бутылки вина было, он открыл, попробовал и вылил в раковину обе бутылки. Это все фигня, это не вино. А я на него смотрел глазами, как Юрий Никулин в операции «Пол-литра» в дребезги, да ее тебе! Вот эти люди выливают вино в раковину, потому что чуть-чуть вот какой-то букет не тот. Ну, вы знаете, я думаю, что вино это в принципе продукт эмоций, и может быть ваш знакомый чуть-чуть перебрал с эмоциональной составляющей потребление этого напитка, потому что, ну, кроме совершенно откровенных дефектов, прежде всего, да, там в профессиональной среде, называемой «коркнутая», как правило, вино имеет шансы быть избавлено от того или иного порока, который в вине находится. Поэтому вот такие радикальные меры при осознанном выборе, да, они, ноу-нейм ты берешь, ну, на удачу, да, что называется, ну, они крайне редки. А что, кстати, вот, как выбрать все-таки в магазине вино? На что надо посмотреть? На год, на страну, на что? Вы знаете, система координат, благодаря развитию маркетинга, к сожалению, полностью разрушена. Да, стерлась все. Да, безусловно, да. Поэтому у каждого свои ориентиры, это зависит от того, куда вы зашли покупать это вино. Для... но это не означает, что его купить невозможно. Можно купить вино в том числе, да, там, в ценнике, начиная от порядка 600 рублей, которое удовлетворит, ну, достаточно взыскательного потребителя, не говоря уже, да, о людях, которые... Это средняя какая-то цена такая? Это не средняя цена... Это минимальная цена нормального вина. Я... вот, смотрите, давайте так, я не глубокий эксперт в вине, да, я все-таки больше коммерческой, продвиженческой части имею отношение. Но для меня это вот некий ориентир, я для себя вполне готов покупать вин и понимаю, что вот за эти деньги я могу выбрать вино, в том числе сетевых форматов, которые удовлетворят мой... ну, такую, мою ежедневную потребность в этом. Бокал вина за тем или иным блюдом и так далее, и так далее. Далее вступает в силу куча комбинаций, например, я всегда смотрю на какие-то проводимые промо в точках продаж, потому что действительно за счет механизмов привлечения, маркетингового привлечения покупателей, иногда ценник на полке бывает ниже, чем ценник поставки в саму сеть. Такое тоже бывает. Вот. Дальше ты, конечно же, пытаешься сориентироваться, для чего тебе это вино сегодня. Если это конкретное блюдо, ты понимаешь, с чем ты будешь это сочетать. Вступают определенные механизмы, далеко не так, что красное к мясу, белое к рыбе. Это, конечно, такие некие шоры. Вот. Ну и куча-куча нюансов, о которых нельзя вот так сразу походя рассказать, не введя в заблуждение кого-либо из слушателей. Но ведь вино тоже бывает и сливовое, вот мы видим там китайские какие-то, и розовое, и так далее. Ведь много появилось вот всяких разных, и мы даже не понимаем, а вино ли это вообще? Давайте тогда договоримся, что сейчас мы говорим исключительно о классических натуральных виноградных винах. Они включают в себя такие типы, как и гристые вина, и белые, и розовые, тихие вина, и белые, и розовые, и красные. Ну и можем отчасти поговорить с вами о крепленных винах. Фруктовые вины я сейчас не беру по одной простой причине, что это либо дань какой-то древней традиции, как, например, вы привели пример, либо побаловать такого гурмана-сладкоежку. Но все-таки, я думаю, передача не об этом. Ну да. Ну можно ли все-таки обычному человеку, который никогда с этим не сталкивался профессионально, научиться вот на запах, там, на вот это все? Конечно. Понимать, какое вино хорошее, какое нет. Конечно. Мы, ну если позволите, я прям буквально в две минутки попробую уложить, то, как мы видим развитие потребителя, который никогда ничего не знал об этом продукте, до каких-то высот, которые он сам себя отмерит. Либо это уходить в отрасль, если молодой, горячий, вся жизнь впереди, либо просто уверенно разбираться, как при выборе вина в ресторане, потому что, ну, знаете, на деловых обедах, ужинах, это тоже показатель, определенный для партнера в том числе. Так и в бытовых ситуациях выбрать с полки магазина и создать прекрасную атмосферу за ужином или обедом в кругу друзей. Прежде всего мы формируем какие-то курсы и приглашаем ребят развлечься с вином. И вот как раз в процессе вот этого развлечения, мы сегодня с вами об этом говорили, кто-то может заинтересоваться этим чуть глубже. И тогда мы предлагаем уже так называемый широкий обзор за короткое время. Это вино за три дня. Когда мы действительно даем возможность людям увидеть систему координат по всему, по всей отрасли, по всей индустрии. Ну, можно съездить на винограднике, там, например, посмотреть, как собирают вино, как его выдерживают и так далее. Вы знаете, я вот довольно часто... Или это сложно, вот такой вот процесс прям вот и до посмотреть? Нет, это не сложно, но это не сложно с точки зрения наличия такой возможности. Но, например, вам взять и уехать на сезон, на полный цикл производства вина, на мой взгляд, является достаточно проблематичным, потому что, ну, по-моему, это называется дауншифтинг в нашем случае. Поэтому... Нет, ну, смотрите, вот если мы едем, например, на юг Франции, да, или там на юг Испании, там же спокойно приезжаешь и смотришь, как растет виноград. Весь вопрос в том, какие выводы вы из этого... У нас есть в России такие места, где можно посмотреть. Ну, это, прежде всего, Краснодарский край, это республика Крым, отчасти это Ставропольский край, Северокавказские республики, и в самом зачаточном состоянии это республика Алтай. Вот. Съездить можно. Другой вопрос. Какие выводы вы из этого сделаете? Да, в Европе вот это вино местного характера, вот в местном городке продается это вино за евро-полтора евро. У нас это вино, местное же вино, которое производится у нас, оно будет в 10 раз дороже. Ну, вопрос в 10 или в 3, это отдельно стоящий вопрос. А если за полтора евро, то это получается какой-то суррогат, там, ну, скорее всего, фальшивка какая-то. Вы знаете, нет, я с вами не соглашусь, и встану здесь на защиту всей отрасли, крайне сложно встретить подделки именно вина в сегменте, вот как раз, в котором мы с вами говорим, это от 400, 500, 600 рублей и так далее. Поэтому здесь я с вами не соглашусь. Но проблему вы подняли совершенно актуальную. Где-то в Европе, в частности, этот продукт, этот продукт, он на каждый день. Он сродни хлебу, оливковому маслу, что и является... У них нету культа такого, что это прямо дефицит, что это деликатес и так далее. Конечно нет, совершенно верно. И мы к этому пытаемся прийти в Российской Федерации, но сталкиваются несколько чисто экономических факторов. У нас люди как выбирают вино? Подешевле. Вот как у нас 80%... Вы просто в другой сфере живете, Роман. В другой сфере, с другими людьми. Я говорю, что в регионах спокойно покупают из пакета вино. И там чем дешевле, тем лучше. Для них портвейн это не тот портвейн, который в Порту продается. Это совсем другой портвейн. Вот с вами не поспоришь в какой-то части. Меж тем... И где там эту Порту? Они даже не знают, где это... Что? Какую Порту? Где? Они даже на карте это не найдут никогда. И не были там никогда. И не доедут никогда. Вы знаете, я готов принять ваши претензии в сторону школьного образования в России. В частности, по географии. Но давайте посмотрим на это под другим разрезом. Я не живу в башне из слоновой кости. И бывал от Калининграда до Владивостока с очень-очень редкими промежутками между этим. И действительно, есть люди, которые, когда им говорят, что портвейн хороший, должен стоить там 10 тысяч рублей за бутылку, они действительно улыбаются, давайте это все-таки назовем таким термином, хитро прищуриваются, но с удовольствием слушают. А почему так? Как сложилась такая традиция, что у нас три кочерги – это тоже портвейн, и есть портвейн как нечто совершенно иное. И им совсем не понравится портвейн, если они окажутся там, тот настоящий. Они скажут, что это не виной, это вы мне что-то в ерунду подсунули. Вот здесь я, честно говоря, считаю, что абсолютно неправо, потому что вы сейчас рисуете какого-то любителя как раз тех самых трехсемерок. Любителя шиповника, конечно. У нас же народ пьет шиповник, адекалон. Бояршник. Я все-таки думаю, мы говорим о разных людях. Всегда нравится, я сам был в Порто, был в Порто вместе с людьми, которые не являлись такими большими поклонниками и адептами вина, как я. Им это нравилось, им цена не нравилась. Конечно. На их культурную подоплеку не ложилось, что вино может столько стоить. Сколько зарплата. Но органолептика им нравилась. Вот поэтому можем, наверное, сойтись на этом компромиссе. Что касается подешевле, да, конечно, законное желание потратить меньше и получить больше. Но мы упираемся в то, что у нас нет такой климатической составляющей, которая позволяет повсеместно производить этот продукт в том же режиме, в котором происходит в Европе или в новом свете. И тут же мы упираемся в неразвитость отрасли. Я не возьмусь судить, почему, но по всей видимости, да, все началось вот с той борьбы за трезвость во времена господина Горбачева, да, когда была определенная база. Это еще при Николае Втором было, между прочим. Вот не хотелось бы уходить совсем в дебри, потому что мне сложно будет, да, поддерживать здесь на цифрах, на фактах какой-то разговор. Но в советские времена большая была платформа заложена под именно виноделие, да, там, вернее, винограторство, да, в большей степени к виноделию подходили чуть более просто, да, чем больше, тем лучше. Вот, но была большая база, которая могла бы послужить платформой, да, для какого-то качественного рывка. Но она была уничтожена, и мы, по сути дела, да, там, последние 10-15 лет начинаем все сначала, ну, а Крым, ну, там, немножко отдельная история. Ну, давайте, вот мы едем за границу. Как выбрать правильное вино в магазине? Мы зашли в большой супермаркет и выбираем вино. Как его выбрать правильно? Или там 100% любое бери, оно все будет вкусное. Да. Вопрос, вкусное для вас одно, для меня другое? Да. Да, оно будет все вкусное. Ну, мне надо, чтобы оно было не горькое, чтобы оно было не кислое, чтобы оно было сладенькое и такой давало приятный аромат. Ну, тогда я вам рекомендую ориентироваться на средний минус-сегмент. Это что-то будет в районе, наверное, двух евро, если мы про магазины. Ну, и может быть, ниже. Тогда обязательно смотрите вина как белые, так и красные. Если будут какие-то надписи, сигнализирующие о том, что это вино было с контактом с дубом, соответственно, вы получите примерно то, что вы сейчас описали. Но это будет по-прежнему классическое сухое вино без добавления сахара. Но в органолептике вы субъективно почувствуете сладинку. Роман, когда мы в России покупаем иностранное вино, на бутылках написано по-русски. Мы едем за границу, мы видим бутылку, на которой нам, кроме вайн, ничего не понятно. Как там выбрать вино? Если мы не знаем французского, немецкого, итальянского и так далее. Как там выбрать? Как говорится, откройте душу и примите нужную вам бутылку прямо туда. Вы знаете, вы поднимаете вопрос как раз формирования понятийного аппарата. Я попробовал подготовиться неким образом, чтобы обсудить с вами несколько терминов на этикетке. Но вот у меня с собой, если вдруг так сложится и мы сможем это обсудить, вот у меня этикетки, на которых есть только маркетинговые надписи, которые вам не скажут ничего, если вы хоть на йоту не будете погружены туда, куда едете, в виноделие этого направления. Есть какие-то формальные вещи, которые ровно так же вас никуда не продумают. Да, эта надпись, она формализована, она что-то означает, но уровень качества, стоящий за ней, не очевиден абсолютно. Поэтому мы сейчас развиваем такое направление, как энагастрономический туризм. И одним из направлений предлагаем, ну если ты уж собрался поехать в Италию, в Тоскану, чтобы поднабраться опыта, знаний, давай мы тебе что-то в базовом уровне расскажем. Как быть, когда ты заходишь на винодельню, что просить, на что обращать внимание, как выбирать вино, в том числе в супермаркете. Ну вот как в том числе в супермаркете? Как выбрать? Ну, смотрите, вот было... Закрытая бутылка, ты же не понюхаешь, не попробуешь. Да, и не понимаешь ни слова там, ну понимаешь, что оно красное, белое или розовое. Я беру наугад. Смотрите, еще раз пройдемся. Вот ваш коллега заявил четкие требования к бутылке. Я на эти четкие требования к бутылке могу более-менее дать какой-то алгоритм. Сказать, что есть универсальный алгоритм, как выбрать, и чтобы вам это понравилось, невозможно по одной простой причине, потому что я жду от вина одного. Я за рубежом охотник за теми вещами, которые в России не встретить, а если встретить, то это очень дорого. Поэтому я с удовольствием накапливаю свой опыт за рубежом, да, за меньшие деньги, условно говоря. У вас может быть совершенно иное ожидание от этой бутылки. Поэтому, когда мы говорим о каких-то базовых принципах выбора, если бутылка белого вина, и на ней нет упоминания о том, что это вино контактировало с дубом, значит, с очень высокой долей вероятности это вино будет достаточно кислотное, да, то, что в России называют с кислинкой. Соответственно, вот вам уже, да, координаты. Есть упоминания о Кетбарик, Элевенфюдушен, да, например, ну, там, не запомнить, понятно. То можно говорить о том, что это вино будет в большей степени округлое, с ванильными тонами, с определенной маслянистостью и плотностью. Это немножко другие ожидания. Для красных вин ровно так же наличие слова «резерва» зачастую является просто коммерческим, да, там, термином, но в определенном достаточно большом количестве случаев это подразумевает контакт с дубом, контакт с деревом, что, опять же, привносит определенные ванильные оттенки, округляет вино, сглаживает углы у вина. Вы нам сейчас рассказываете, как будто бы описываете, как это, создание космического корабля. Ничего не понятно. Я с вами соглашусь, что... Вот нам надо что? Вот нам надо понюхать его, посмотреть на свет. Что нам надо сделать, чтобы понять, что вино хорошее? Вот уже налитое в стакан, допустим, вот в ресторане нам... Хорошо, мы меняем кейс, и мы уже говорим не о закрытой бутылке, мы говорим о том, что... А закрытой мы поняли, что очень тяжело нам, непрофессионалам, без вас понять, что там в бутылке. Давайте поступим следующим образом, и не будем бросать, по крайней мере, попробуем не бросить ваших слушателей сам на сам с этой ситуацией. И если будет уместно, то мы вам передадим материал, который можно будет ссылкой разместить, ну там в подкасте, не знаю где, и кто-то сможет просто, почитав, сформировать понятийный аппарат. Касательно вина в бокале, тут существует классика оценки органолептики напитка. Это всегда три классических шага. Сначала вы смотрите на то, чтобы вино не было визуально непривлекательным. Взвесь неприятная, муть, непрозрачный цвет. Я прошу здесь разделить осадок и муть, это разные вещи, мы можем коснуться этого чуть более подробно. Как только вы видите, что вино не привлекает вас визуально, жди беды при дальнейшей дегустации. А визуально что там может быть не то? Еще раз, да, отсутствие блеска, вот такой неприглядный, неблестящий внешний вид. Ведь мы не знаем, вот какого цвета должно быть вино на самом деле. Вы можете, вам не надо знать, какое должно быть вино, вы можете довериться своим базовым ощущениям. Если глаз, что называется, радуется, жидкость является привлекательной, это вот для базового уровня хорошо. А следующий, ну если разбирать это все-таки на какие-то детали, муть, взвесь, это все сигналы того, что вино может быть испорчено. Но на самом деле в Европе это достаточно редкая вещь, как и у нас в России, если не брать уж совсем какие-то экстремальные там... Но у них вино это культура целая, у них без него они не могут жить. Ну вы знаете... Это алгоритм оценки вина в бокале. Следующий элемент оценки – это оценка аромата, и здесь достаточно поднести бокал вина к вашему носу. Опять же, наличие каких-то неприятных ароматов в классическом понимании, а не в специфическом винодельческом направлении, такие как ароматы гнили, какой-то собачьей шерсти и так далее, и так далее. Вот это совершенно явные признаки того, что вино может быть испорчено. Отдельный разговор как раз о тех корковых тонах, о определенной задушке, но это распознать будет достаточно сложно, поэтому вот я даю какие-то такие более прикладные, да, там, трактовки этих ароматов. Вот корковый тон, как правило, описывается, вот знаете, бывает такой бабушкин шкаф, в котором давно не наводили порядок, вот этот аромат определенной задхлости. Вот это один из ключевых признаков в аромате болезни вина. При всех остальных нюансах вино вам просто может нравиться или не нравиться, быть ваш стиль или не ваш стиль, но пробуйте, если вы не обнаружили вот тех самых индикаторов в аромате, которые, я сказал, являются точными признаками испорченности вина. Ну и последнее, это необходимо вино попробовать непосредственно на вкус, и здесь в основном речь будет идти после первых двух этапов оценки только о том, нравится вам стиль вина или нет. Ну и на вкус ведь тоже правильно надо пробовать, на кончик языка глотнуть в полную силу, как это? Вы знаете, я бы не стал давать советы, кроме как не занимать позу гарниста при... При залпах. Умеренный глоток для неопытного потребителя – это то, что ему нужно для знакомства с вином. Известный журнал очень хорошо написал о том, как пробовать, как выбрать вино за границей. Не знаю, читали вы эту статью или нет, я потом вам скажу, что за журнал. Хорошо. Они очень хорошо написали, вот этот совет действительно действенный, на мой взгляд, это лучший совет. Они написали, вы когда выбираете за границей вино, посмотрите, где больше всего выбрали, где пустые уже полки, дальние. Вот тянитесь за этой дальней бутылкой, вы поймете, что это раскупили, это местные покупают, значит, вино хорошего качества. Ну, такой совет, скажем так, ну, с одной стороны, не могу не обратить внимание на рациональное такое прикладное зерно в нем, с другой стороны, ну, совет достаточно примитивный. Наверное, есть какая-то своя такая сермяжная правда в этом совете. Ну, в частности, в одной из самых популярных торговых сетей в России существуют праздники, когда минус там половина от цены и полрынка там собирается. Все сметают. Но к этому времени кависты уже припрятали все для своих постоянных клиентов. И как быть в этом случае, собственно говоря, я бы на самом деле не разделял за границей и Россией. Алгоритмы выбора примерно одни и те же. Культура, вы знаете, в московских ресторанах культура обращения с вином может быть даже повыше, чем в европейских, если вот в среднем каком-то, да, там, брать уровни. Как и сервис в ресторанах в целом. Вот. Уж извините. Сейчас нам надо прерваться на маленькую паузу, а потом мы опять продолжим разговор про истину, которая где-то там. Радио Москвы. Московская реклама. Государственное унитарное предприятие города Москвы, МОССОЦГАРАНТИЯ, более 20 лет, на службе интересов старшего поколения. Заключение договоров ренты и договоров пожизненного содержания с ождевением. Гарантия достойной жизни. 8495-916-39-51. 8495-917-06-75. Москва. Производство для гимнастику. Мы начинаем с хайпы на месте. Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 7756547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Роман Нестеренко у нас в гостях, директор по развитию винного проекта Эл Вайн и школа Сомелье Вайнстейт. Говорим о том, как не ошибиться в выборе вина. Есть ведь специальные курсы, лекции, занятия на эту тему для тех, кто хочет разобраться, да? Да, конечно, и мы с вами уже об этом говорили. Соответственно, если мы уже говорим о лекциях, ну, не о лекциях, а о курсах, да, там, наверное, правильнее такой термин применить. Мы поговорили о том, как мы строим сетку мероприятий, чтобы любители могли найти свой уровень интереса, свой уровень погружения. И, безусловно, мы делаем то же самое для профессионалов, потому что потребности рынка, они достаточно велики. Сейчас такое продолжение там тренда растущего интереса к этому направлению, он разветвляется, переплетается, но между тем он растет. Особенно большие потребности в регионах, которые имеют определенный дефицит доступа у себя на местах к этому, но далеко не во всех регионах, потому что в Екатеринбурге есть свои интересные школы. Да, безусловно. Вот, поэтому у нас сетка мероприятий, ну, например, у нас это, в принципе, соответствует всей отрасли, разбито следующим образом. Мы даем возможность получить образование от лондонской международной школы Wine Spirit Education Trust. Это несколько уровней, это второй и третий уровень, который позволяет сформировать систему координат для профессионала в этой сфере и получить международный диплом по итогам успешной сдачи экзаменов. У нас есть другой формат, так называемый региональный интенсив. В его названии заложено уже, собственно говоря, что мы даем. Это возможность быстро получить базовые углубленные знания и сертификат государственного образца. Мы даем возможность тем, кто рядом с вином не будет работать, но хочет, желает иметь углубленное понимание этого продукта. Это так называемые вечерние курсы, которые длятся порядка двух-трех месяцев. Действительно закладывается огромная база. Ну и, наконец, классический курс для сомелье длительностью 4 месяца, по итогам которого выдается диплом государственного образца, подтверждающий уровень знания, полученный на этих курсах. Есть особое направление, это менеджмент в вине в сегменте хорика. Мы это проводим совместно со Швейцарской академией сервиса, с ВИСАМ, который базируется в Санкт-Петербурге. И мы один из курсов этой академии транслируем на жителей Москвы и гостей столицы. Сами вот эти компании-производители, они заинтересованы в том, чтобы люди начали, наконец, разбираться в вине? Конечно, конечно. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Мы сейчас в большей степени говорим о сегменте средней минусы в гору, да? А там вот сделать подешевле, сделать менее качественно, ну, там такого нет уже, да? Эти люди борются за своего потребителя путем формирования каких-то легенд, поддержания, какое-то соприкосновение с историей этого хозяйства, если такое имеет место быть. Или наоборот, сейчас появляется множество производителей, которые говорят, ребят, мы современные, мы вот такие, как сейчас и должно быть вино, да? Ну, наверняка вы тоже слышали про тренды на биовина, органические вина, на упрощение к некоторым процессам, которым подвергается вино в процессе производства. Поэтому, действительно, тут каждый производитель, на что гораст, так и пытается, скажем так, выдвинуться на первый план, в том числе путем постановки экземплов, да, там, примеров на какую-то конкретную тему в рамках того или иного курса для Сомелье. Это важно. Сомелье страдает от алкоголизма? Нет, это несовместимый с профессией порог. Как правило, он просто, ну... Ну, как если они каждый день пьют вино? Алкоголизм, это, на мой взгляд, нечто иное, и те, кто подвержен этому пороку, как правило, очень быстро выбывают из профессии. И давайте, наверное, коснемся, а кто такие Сомелье? Я когда-то был тренером по ассортименту в нашей компании, но больше тренером, да, там, чем экспертом по ассортименту. Мне все время задавали вопрос, вы Сомелье? Я говорил, нет, я не Сомелье. И терпеливо пытался объяснить, что Сомелье – это не эксперт в вине. Это человек, который работает в ресторане и управляет двумя составляющими этого направления в ресторане. Это сбор и управление коллекцией ресторана, да, который чаще всего отражается через винную карту, и непосредственно работа с гостями. Вот это профессия Сомелье. А не просто какие-то углубленные знания. Ну, а красиво подать – это тоже Сомелье? И вот вторая составляющая – это работа с гостем. У меня есть несколько таких скабрёзных историй на эту тему. Ну, наверное, мы не будем их сегодня рассказывать, но возвращаемся к тому посылу, что вино – это продукт эмоций, и люди готовы ходить в рестораны, покупать вино, совершенно очевидно, с достаточно высокой наценкой, даже в самых умеренных ресторанах, за счёт того, что Сомелье формирует атмосферу вокруг той бутылки, которую помогает выбрать из карты для этого гостя. Это целая мистерия в руках хорошего Сомелье, поэтому эта профессия достаточно уважаемая, и количество настоящих Сомелье гораздо меньше, чем людей, которые себя к таким причисляют. Вы фильм «На обочине» смотрели? Да. Давно, но смотрел. Хорошее кино о тех людях, которые выбирают вино, умеют выбирать вино. Ну, вы знаете, я по ходу своей профессиональной деятельности сталкиваюсь с этими людьми, и для меня это не история из кино. Есть разные подходы, есть Сомелье, где я больше знаю, чем Сомелье, и он может оказаться ведомым в формировании определённой коллекции, а есть Сомелье, с которыми, общаясь, ты настолько погружаешься в этот мир, настолько узнаёшь всего нового в нюансах, о которых не узнаешь ни в одной школе. Это очень такая разная прослойка с разными алгоритмами профессионального поведения. А были ли люди, которые не ощущают разницы? Вот им даёшь вино, а они не понимают. Вот у них язык, ну, нет этих рецепторов, нет этой утончённости. Я бы здесь разделил на две составляющие. Действительно, люди, которые никогда об этом не задумывались, не тренировались, и, естественно, им очень сложно почувствовать не кардинально разные вещи, не белая и красная, а вот два красных, и вот они где-то рядом, но действительно такие люди есть. Но это не вопрос дефекта вкусовых или обонятельных рецепторов. Это вопрос тренировки и акцента на это. То есть, когда ты попробуешь 100 вин, ты начнёшь понимать, что, оказывается, вот первое-то отличалось от 93-го. Если ты будешь ставить себе цель начать их отличать, а не просто разопьёшь 100 бутылок вина в той или иной порции. Но я бы говорил о другой проблеме. В основном люди понимают, в чём разница. Я вот на своей супруге часто тренируюсь, собственно говоря, но она не может говорить об этом. Да, вот про вашу супругу мы в следующей программе послушаем. А сейчас мы вынуждены вас отпустить. Время заканчивается. У нас был в гостях Роман Нестеренко, директор по развитию винного проекта «Эл Вайн» и школы «Сомелье Вайнстейт». И мы говорили о том, как не ошибиться в выборе вина. Спасибо, до свидания. До свидания.